Сегодня в нашем городе состоится танцевальное шоу или спектакль. Лабока-танго-шоу называется «В основе танец страсти и любви». Участники из России и Аргентины. И вот российские участники прямо сейчас в нашей студии. Это двукратная финалистка чемпионата мира по аргентинскому танго в Муэнос-Аресе Екатерина Петрова и пятикратный призер чемпионата мира по аргентинскому танго в Муэнос-Аресе Андрей Панферов. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот титулованные вы спортсмены, а вот в спектаклях танец этот как-то по-другому преподносится? Как это вообще? Танцевать спектакль? Ну это танцевать более ярко, более эмоционально. У нас вообще в спектакле задействованы практически все титулованные спортсмены. Титулованные, ну спортсмены, наверное, неправильно говорить, титулованные артисты. Титулованные танцовщики. Это и призеры чемпионата мира тоже, и финалисты самых престижных соревнований, и участники самых разных шоу, концертов, фестивалей по аргентинскому танго. Вот. Но здесь, конечно, мы делали акцент не столько даже на, там, ну танцевально понятно, что это очень сильно, но на историю, на спектакль, на такую танцевально-грамматическую. А вот расскажите как раз о сюжете, да. Что ждет зрителей? Зрители ждет полное погружение в мир начала 20 века посредством воспоминания женщины, которая вот когда-то была юной эмигранткой, приехала, как многие другие эмигранты в Аргентину, ждала лучшей жизни и вот... Искать свою любовь. Да, искать свою любовь, там она встречает, ну дальше не буду рассказывать, дальше нужно видеть. В общем, это история одной жизни, рассказанная языком аргентинского танго. И танец идет бесконечно, да, на протяжении всего спектакля? Нет, там есть драматические части, есть монологи, есть танцы, сольные номера, групповые, то есть там такой микс получается. Вот совместная российско-аргентинская постановка, как она репетируется, как она готовится, да, вы в разных странах, скажем, репетируете или как-то вместе встречаетесь? Да, да, да. Когда вы объединились, чтобы уже выйти на сцену и продемонстрировать совместную работу? На самом деле сначала была идея, просто, то есть мы долго думали и думали, и наконец придумали. Когда у нас появилась школа, прошло несколько лет, мы решили, что все-таки уже у нас есть ресурс, то есть достаточно много своих танцоров, которые могут это станцевать. Тогда мы связались с ребятами, которые нам очень нравятся, которые сегодня будут танцевать с Венесой и с Факунды, пригласили ее в гости на долгий срок, оставили здесь, и они нам вставили, помогали ставить это шоу. Да, в октябре вот началась постановка, целый месяц они здесь жили, делали постановку, ну и вот так вот приезжают, то есть мы сами репетируем, мы приезжают на неделю, несколько недель, и мы репетируем уже совместно. А как-то ваш опыт пребывания в Аргентине, когда вы выступали на самых престижных, это же самое престижное соревнование, помог в постановке сюжета выстраивания? Вы говорили, нет, так вот в Аргентине не говорят или так себя не ведут. Ну, конечно, в Аргентине мы смотрели разные шоу, плюс Андрей был участником российского проекта, тоже очень известного театра танца, театра танго в Аргентине, из кино Карлос Гордель. Вот, ну, то есть видели много шоу, какие есть в Аргентине, и хотели привнести русский колорит, то есть русскую, может быть, драматургию, да, мы привнесли в наш проект. Драматургия вот русская, но танец-то остался тот самый, да? На самом деле, конечно, у нас называется Лабока танго-шоу. Лабока это район в Буэнос-Айресе, в который, конечно же, все туристы, как минимум, обязаны сходить, потому что он очень яркий, цветной, вот, и мы, как бы, рассказываем все действия, которые там происходят, в основном это в этом районе. То есть в районе, где началось танго. Вот, поэтому, как мы старались воспроизвести атмосферу, насколько это получилось, лучше посмотреть сегодня-завтра. Да. А вот на словах можно объяснить, чем отличается аргентинское танго от европейского? Так, Андрея, всем. На самом деле, есть, наверное, танго и не танго, просто не нужно путать. Бальные танцы – это спорт. То есть соревнования по бальным танцам – это спорт. Действительно, это все равно, что бегать стуметровки только очень долго в таком же режиме, да? А аргентинское танго – это немножко другое. Чемпионат, который там проходит, это тоже немножко другое. Это все равно, что сравнивать, как бы, вот, новая волна – это выигрывает же на ней, правильно? Но они не сравнивают, какое количество слов было сказано в песне, там, и с какой скоростью, правильно? Вы оцениваете немножко другое. То же самое с танцами танго именно. Потому что в бальных танцах немножко другая история. Есть бальная танго. Оно принципиально отличается от того, что будет танцевать, там, сегодня ребята будут танцевать. Ну, в вашем спектакле исключительно аргентинское. А вообще, вот танцевальные спектакли – это сегодня редкость для человека, который не очень внимательно следит за афишей? Или все-таки их очень много? На самом деле, довольно много танцевальных спектаклей, но сейчас, ну, так, больше, наверное, популярны современные танцы, контемпор или, да, такие там вещи. Ну, вот именно вот такие аргентинские, наверное, очень мало. А аргентинских танго-спектаклей нет. То есть есть танго-концерты, их достаточно много, особенно популярны они в Москве. Но танго-спектакль на сегодняшний день – это первый в России. То есть вот именно танго-спектакль, то есть связанный танго плюс вот такая театральная история. Ну, вот и вот они странные были. Продолжение следует...